Ростовский море 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 Принцип загрязнителей должна существовать вечно, потому что когда будет парк, мы также должны отслеживать, что происходит, и не давать возможности кому-то создать новые источники загрязнения. Поэтому есть, будем говорить, такая долгосрочная программа, пока она ориентирована, скажем, в 2025 год, а при новом горизонте генерального планирования может быть изменена. Но вот эта пятилетняя программа, которую сейчас наметило правительство области, она выглядит вполне адекватно, она хорошо просчитана с точки зрения возможностей, ресурсов. И, по сути дела, ее реализация даст серьезные, качественные изменения. Вот эти пять лет, потому что мы сейчас уже много обсудили, чтобы зрители понимали, пять лет это получается создать систему экологического мониторинга, выявить все проблемы и решить наиболее сложные из них, которые сегодня очевидны. Ну вот, предположим, строительство очистных сооружений, потом вот эти сто выпусков, которые сегодня есть. Но это не решение вопроса с Ростовским морем, естественно, ливневая канализация тоже это все. Это было решение вопросов, да, потому что далее надо будет посмотреть гидродинамические характеристики Ростовского моря, обследовать их. И сейчас, ну, по сути, ну, давайте так, перед нами больной. Значит, мы принимаем меры к удалению симптомов и, так сказать, проводим какие-то хирургические действия. Но все равно без диагностики мы не поймем. И поэтому вот эти пять лет, вот, я думаю, что это то, что переломит ситуацию. Мы сейчас не знаем даже, хватает ли сегодня естественных сил темирника возрождаться или не хватает. Вот эти пять лет, если мы действительно увидим, ликвидируем совершенно очевидные источники загрязнения, то может поступить этот регресс, перерасти в прогресс, понимаете, когда река начнет возрождаться. Удаление иловых отложений может привести к появлению новых ручьев, ну, вернее, к освобождению новых ручьев. Ну, снижение источников загрязнения может привести, там, скажем, к улучшению характеристик, снижению антропоген... снижению того вредного воздействия, который река оказывает на город. И самое главное, вот эти ковалевские очистные сооружения просто ликвидируют последний серьезный источник стоков. Если говорить вообще об источниках, 10 лет назад самым главным загрязнителем темирника был Ростовский водоканал, который в районе КНС-Северный, там, 15 тысяч кубических метров в сутки сбрасывал неочищенных канализационных стоков. Сегодня Ростовский водоканал практически везде перестал оказывать антропогенные воздействия на реку Темирник. В этом году состоялось очень серьезное событие. Даже вот эти очистные сооружения военведа, которые были в ужасном состоянии и не могли обеспечивать полную очистку, Ростовский водоканал переключил на подземный коллектор и полностью прекратили сброс в Темирник. То есть происходит, позитивные процессы происходят. Есть очевидные вещи, которые надо делать сегодня. Но, тем не менее, вот эти обследования, мониторинг позволит нам прийти к идее природного парка. Вот к мониторингу и к межеванию прилегающих территорий. Насколько мне известно, правительство области выделило на эти цели 30 миллионов рублей. И сейчас именно эта работа и ведется. Вот она на какой стадии и она именно до 2018 года правильно должна завершиться, так? Да, там, значит, два этапа. Первый этап в 2017 году, они начали буквально с весны. Это основное русло реки Темирник. Это вот выявление этих картографий 477 участков. И, так сказать, создание, прорисовка красных линий, создание той самой территории, которая, выполнение проекта планировки межевания в рамках основного русла. Вот Большие Салысты, селение в Мясниковском районе до падения в реку Дон. В будущем году эти исследования пойдут вправо, в сторону Ростовского моря и притоков, которые образуют балку Темирник в районе уже, в Оксайском районе. И эту работу тоже будут выполнять. И мы полагаем, что к концу 2018 года эта работа будет выполнена. И это создаст юридическую основу для установления там охранных зон. В частности, мы предлагать будем, например, сейчас власти создать там особо охраняемую природную территорию регионального значения. Есть такое позволяемое законодательство, которое позволит нам хотя бы предотвратить возможность новых загрязнений, новых строительств в этой территории. То есть, затем мы считаем, что очень важно будет к концу будущего года нам необходимо создать государственное учреждение, которое будет полностью аккумулировать в себе все полномочия и ответственность, связанные с управлением этим проектом. И уже в рамках этого государственного учреждения уже можно будет дальше консолидировать все функции, связанные с... Вот в марте на заседании градостроительного совета как раз вы рассказывали о средствах, выделенных на обмежевание, прилегающих к реке-территории, создания экологического мониторинга. Но сказали, что денег на выявление именно источников загрязнений нет. Пока нет. Вот сейчас ситуация как-то изменилась. И разве экологический мониторинг, для понимания телезрителей, не должен включать в себя уже этот аспект выявления источников загрязнений? Нет. Экологический мониторинг — это наблюдение за текущим состоянием реки и отслеживание динамики. Это несколько другое. Это вообще государственная функция. У нас, я уже говорил о том, что законодательство очень сильно оторвано от действительности. Поэтому, если вы прочтете закон, например, об экологическом мониторинге, то вы узнаете, что у каждой реки должен быть колоссальный мониторинг. Но учитывая, что власти постоянно сталкиваются с дефицитом средств, то денег едва хватает на мониторинг, скажем, реки Дон и Азовского моря, где действительно есть истоходство, рыболовство, которое является источником питьевого водоснабжения. Поскольку Темирник этими всеми качествами не обладает, он находился где-то в тени какое-то время. Затем к нему было привлечено внимание не без нашей помощи, как к реке внутри города, которая оказывает антропогенное воздействие, сама, в свою очередь, на большой город. Власть это услышала, увидела и сумела, так сказать, сделать Темирник приоритетом. И вот что очень важно в данном случае, что действительно пока нет этих денег на эту работу, но в настоящий момент формируется краткосрочный и долгосрочный план. Один — это на 2018 год, это по заданию Виктора Живовича Гончарова. Сейчас три министерства, в том числе и мы, разрабатываем предложение к двум дорожным картам. Одна дорожная карта на 2018 год, что нужно делать и финансировать в 2018 году. Другая дорожная карта на пять лет. Вот на этот самый пятилетний период, который уже захватывает и строительство Ковалевских, и честных сооружений, более широкий спектр проблем. Вот в рамках этой инициативы мы уже подали предложение о том, чтобы вот эта работа начала финансироваться за счет, скажем, средств бюджета Ростовской области. И проводилась Ростовская область исключительно потому, что она проводится на территории трех муниципальных образований. И здесь в усилии города и бюджета города недостаточно. И может быть то, что этих денег не появились в 2017 году, как раз-таки и наша проблема. Я имею в виду нашей общественной организации, которая начала, так сказать, предлагать эту программу финансировать городу. Впоследствии было, собственно, выяснено, что полномочия городские, в том числе и география, намного шире, чем город. Поэтому в настоящий момент разработано техническое задание, выполнены смертные расчеты. Мы эти все предложения передали в Министерство природных ресурсов и очень серьезно рассчитываем на то, что в рамках дорожной карты, которая будет утверждена 22 ноября на правительстве Ростовской области, уже будет предусмотрено финансирование этой очень важной и нужной работы. Сергей Борисович, чего я вам и желаю. Благодарю вас за эти содержательные ответы. Тема довольно непростая и актуальная уже не один десяток лет для Ростова. И, надеюсь, уже это, насколько я знаю, третья попытка восстановить реку, Тимирник, будет успешной. Ждем вас вновь в нашей студии. Спасибо. Дорогие друзья, я напоминаю, что гостем программы сегодня стал вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области, член Общественной палаты Ростовской области Сергей Шнейдер. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова